Смотри, стоять ни хера не делают. Остановись! Здрасте, а кто главный? Ну я, и шо? Чего не работаете? Вроде не обеденное время. А шо мы по-вашему делаем? Я не знаю, что вы делаете, точно не работаете. Я который раз езжу по этой дурацкой дороге, все время ямы. Василий Петрович, вы с нас козла в отпущение не делаете. Вы президент или я? В смысле? Так что вы мне предлагаете латать ямы? Ямы не проблема. Скажите нам, пожалуйста, чем их латать? Собачьими минами на всю бригаду ведро щебенки выделили. Нормально? Это не нормально. Ну а почему тогда вы здесь? Ну вы интересный. Бригадир приказал, мы приехали. Аварийный участок есть? Есть. Бригада вот есть. Видимость работы, извините, тоже есть. Бардак. Василий Петрович. Что? Это не бардак, это пиздец. Извините, конечно. Сергей Павлович, хочу вам кое-какие занятные картинки показать. А вот, обратите внимание, трасса Гданьск-Плотис. Протяженность 291 км. Впечатляет? Качественно. Была построена всего за два с половиной года. Дальше, вот, отрезок автомагистрали Кошица-Братислава. Один километр этой трассы стоит, представьте, на полтора миллиона евро дешевле, чем у нас. Это еще не все. Минск-Брест. Вот, обратите внимание, смотрите, как зеркало. Построили люди дорогу качественную, после того, как построили, ни разу не ремонтировали. Представляете? Оказывается, такое бывает. И это все наши с вами соседи. Я вам не показываю картинки дорог американцам, немцам, итальянцам, чтобы не травмировать вашу психику. Все внимание, смертельный номер. Одесса-Ильичевска. Ну, как? Вещь. Можно плавать. А вот, отрезок дороги Луцк-Ровно. Очень хороший. Вот здесь вообще бассейн, СПА, процедуру нужно принимать. Ну вот, есть еще. Даже не знаю, где это находится и куда эта дорога ведет, но явно не в рай. Слушайте, если у нас с вами, Сергей Павлович, такие дороги, может быть, мы сделаем пешеходную страну? Будут у нас не дороги национального значения, а направления. Тропы будут, направления, тропинки, узкоколейки. Один к вам вопрос. Почему у нас вот так? А? Согласен. Согласен. Наши дороги не выдерживают никакой критики. Виноват. Примем меры. Примите. Может быть, достаточно шаблонных отговорок? Ответьте на мой вопрос. Почему? Василий Петрович, денег не хватает. Что вы говорите? А я смотрел там крупные суммы в сметах. Денег, которые уходят в ваше министерство. Василий Петрович, нам катастрофически не хватает людей. Что вы говорите? А по моим данным, в Украфтодоре трудится 80 тысяч работников. Да? Да, 80 тысяч. Вы не знали? То есть... А, по-моему, я понял. Может быть, просто людям, которые руководят этими работниками, катастрофически не хватает мозгов? Как вы считаете? Да. Да? Да. То есть, у нас много причин. И еще суровые украинские морозы. А как, по-вашему, тогда функционируют дороги в Норвегии и Финляндии? Вы задумывались? Нет. Нет? То есть, да. Понимаете, Василий Петрович, у нас сложный рельеф. Очень. К тому же, Украина находится на стыке тектонических плит. На стыке тектонических плит. На стыке тектонических плит. Да, я об этом читал не раз. Шоссе Каракарум. 4700 метров над уровнем моря. 4700? 4700. 4700. Может быть, хватит отмазок. Василий Петрович, может, нам поробленно? Поробленно. Достаточно, Сергей Павлович, вы министр инфраструктуры. Пожалуйста, подготовьте мне сроки и суммы для того, чтобы отремонтировать дороги. Как минимум, начните со столицы. Какие сутки? Всего сутки? Не всего, а целые сутки. Вы министр инфраструктуры или кто? Ты глава Украфтодора или кто? Значит так, если завтра не будет нормальных дорог в Киеве, ты всю жизнь меня будешь работать водителем катка. Ты глава Киева-Автодора или кто? Или завтра в Киеве будут гладкие дороги? Или я стану водителем катка и тебя в асфальт закатаю, понял? Ты начальник района или кто? Значит так, мотай на ус. Или мы закатываем асфальт или нас закатают в асфальт, понял? Ты бригадир участка или кто? Значит так, если я еще раз узнаю, что ты тыришь щебенку... Да что там тырить? Если до нас все тырить, то стырено. Не надо, не надо. Кто на стырную щебенку продавал, а? Я, блядь. Я продавала. И чтоб ты не сомневался, все продам. Бо мои дети чего щебенку исти не хотят. Сука! Три месяца не платят зарплату, не бачимо. По району 10 миллионов долгу. Погасить долг, и тогда никто тырить не будет. За месяц еще за ху**арем. Докладываю. Нам нужно 2 месяца и 20 миллионов. Нам нужно полгода и 400 миллионов. Алло, Сергей Павлович, нам нужен год и 1 миллиард. Василий Петрович, я изучил вопросик. Для ремонта дорог в Киеве необходимо 2 года и 2 миллиарда. Разумеется, не гривень. Продолжение следует...